Бесплатное анонимное экспресс-тестирование и консультацию специалистов мог получить любой желающий в ходе всероссийской акции «Тест на ВИЧ» – экспедиция 2020 в областном центре. После Биробиджана автобусы направились в Амурскую область. Акция началась пять лет назад, но формат экспедиции проходит последние три года. Как сообщила психолог-консультант экспедиции Марина Крупянко, к ноябрю они ожидают охватить 85 регионов Российской Федерации. Самое главное – привлечь внимание, информировать людей о том, что есть такая проблема, и она действительно касается каждого. Есть такая прекрасная фраза сейчас – это касается даже тех, кого не касается. Это действительно сейчас так. Также это снижение стигмы и дискриминации по отношению к людям, у которых есть ВИЧ-инфекция, ну и, конечно, мотивирование к обследованию. Проходить тест на ВИЧ необходимо регулярно, ведь зачастую инфицированные не знают о своем статусе, так как вирус не проявляет себя долгое время. Экспресс-тест абсолютно безболезненный. Он проводится после дней и не требует долгого ожидания. Ничего сложного нет. Просто обыкновенная, как берется слюна, все вставляется в пробирку, все и все готово через 10 минут. На данный момент ВИЧ-инфекция в мировом масштабе имеет статус пандемии. Это серьезное заболевание, которое невозможно полностью вылечить. И на протяжении всей жизни больной вынужден принимать лекарства. Главное – начать лечение своевременно. Это очень важно в том плане, что если человек знает свой ВИЧ-статус, то есть он может вовремя обратиться в любое лечебное учреждение, но чаще всего это к нам, в Центр СПИД, где мы можем ему оказать медицинскую помощь. Необходимо помнить, ВИЧ не передается через поцелуй, укусы насекомых, воздух или слюну. Ни в коем случае ВИЧ-положительный статус не должен быть клеймом, от которого нужно сторониться и держать в изоляции. Если соблюдать лечение, человек может прожить полноценную комфортную жизнь. Главное – помнить ваше здоровье в ваших руках. ВИЧ – не приговор. Дарья Куприна, Андрей Терехин, Новости 21.